Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую всех наших почетных гостей сегодня вечером вместе с вами. Я представлю тех из них, которые сейчас находятся на сцене. И расскажу о тех, кто еще не приехал, но уже подъезжает к этому фестивалю. Я сам спешил и попал в пробку. Я понял, что это пробка из машин, которые спешат сюда. Когда мы заехали в этот город Джубку, я сразу понял, что тут что-то происходит. Знакомые одежды, знакомые лица. Итак, мы начинаем наш очередной фестиваль. Мне хотелось сначала сказать буквально несколько слов о основной теме этого фестиваля. Вы все знаете, что в этом году мы празднуем 50-летие со дня основания ИСКОН. Ровно 50 лет назад, в 1966 году, Шилок Роупаза зарегистрировал общество ИСКОН в Нью-Йорке. И целый год были разные мероприятия, посвященные этому событию. И мы думали, что особенное можно сделать на этом фестивале. Каким образом отметить 50-летие. Идея, которая к нам пришла, посвятить этот фестиваль первой песне Шиман Багмата. Мы все знаем, что Шилок Роупаза приехал в Америку, имея с собой всего лишь два сундука с книгами. Это был его перевод и комментарий к первой песне Шиман Багмата. Поэтому многие семинары, не все, но многие семинары на этом фестивале будут на теме первой песни Шиман Багмата. И вторая тема или вторая волна, которой посвящен этот фестиваль. Первая это, безусловно, 50-летие ИСКОН, основанный ИСКОН. И первая песня Шиман Багмата. Вторая грустная волна, о которой уже сказал Даджа Кришна Прабу, для меня. Это уход одного из самых старших ващналов в нашем российском ИСКОН. Человека, который прожил долгую и счастливую жизнь в сознании Кришны. Который был на всех фестивалях. Но до того, как он попал на фестиваль, он сидел в тюрьме за сознание Кришны. Пострадал. Человека, который служил в Сирепраупаде практически 40 лет своей жизни. Это брат Дамодар, рабочий, портрет висит там. Это его уход. Мы подумали, что будет правильно, если мы отметим его уход и посвятим этот фестиваль его памяти. Итак, позвольте считать наш Черноморский фестиваль Саду Санга открытым. Саду Санга открытым. Саду Санга открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Спасибо большое за то, что Вы так близко к сердцу принимаете висевшего Паупады. И я желаю Вам, чтобы это последнее выдыхание Вы делали. Харикришна! Давайте поприветствуем двух замечательных саньясов, которые сидят как же на сцене. Это Нитачи Таня Махарачи и Амбариш Махарачи. Амбариш Махарачи! Амбариш Махарачи принял саньясов в этом году и получил это замечательное имя, напоминая нам о великом герое Симат-Бабуэке. Давайте еще раз поприветствуем. Амбариш Махарачи! Следующий почетный гость, которому мы предоставим слово, это Паупадича Таня Махарачи. Он не нуждается в том, чтобы о нем много говорить. Но я раскрою Вам секрет. В этом году, я думаю, он все свои лекции будет давать только на русском языке. Шутками. Ты можешь сказать, шутками. Буквально вчера я присутствовал на программе, где Паупадича Таня Махарач полчаса говорил на чистом русском языке. И все преданы были в абсолютном экстазе. Так что, пожалуйста, попросите его давать лекции только на русском языке, а не как на русском языке. А, конечно, не так. Но в нем, собственно, не так. А-а-а! 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 А-а! потому что говорить по-английски как англичанин. Я буду говорить по-русски 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 как англичанин. Спасибо. Следом я хочу представить замечательного ученика Шилы Краупады. Бенгальского происхождения одного из немногих бенгальцев, учеников Шилы Краупада из его родной Бенгалии. Это Субак Свами Махарати. И он приехал на наш фестиваль в Россию в первый раз. Поэтому давайте особенно тепло поприветствуем его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это очень привычное события в Майяпуре. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что за пределами Майяпуры это единственное место на Земле, где можно увидеть сразу так многоишнов. Я понимаю, что Джекхани Гоишнаву в Шейхстане Бриндавана Бриндавана тоже Вероятно, что все Гоишнавы и Гоишнавы Гоишнавы и Гоишнавы Единственное, что это Бриндавана Мы также хотим Бриндавана сейчас Я знаю, что Бриндавана это то место, Иソнники собираются много преданных для того чтобы прославить Господа Чьи Таню и Господа Нтяману Так что здесь Бриндаван Хару So, this, perhaps we ask this κ temp. Принесе Наоборезь В Inn poser М manchmal Наоборезь В самом деле, мы все очень падшие, поэтому Господь Читания говорит, что нам нужно понимать, насколько мы пали, и быть очень терпимыми при этом. Нам необходимо избавиться, бросить всякое ложное эго и научиться выражать почтение каждому. И здесь замечательная возможность для всех нас попрактиковаться в этом и послужить преданным, которого здесь очень много. Если мы послужим преданным, то мы сможем получить их милость, обрести и бахти. Here in Harikata, we can become free from enviousness and come to, become thinking ourselves, grain of dust, of the lotus feet of Bhogaswami. Благодаря этому, какому мероприятию, мы можем избавиться от зависти в своем сердце и приблизиться к пыли со столбшему Bhogaswami. So, Bhakti Yen Maha'ra for some years telling me, you're not coming to my heart. What happened? You're not going to go to the tower. So, I remember I tried. Here in Harikata, my time permits me to come this time and I'm very joyful to see him, very smiling. So, he asked, he said something, shloka of Sivan Bhagavatam and some others, some alternative, whatever he likes. So, I said, Kukvara said that Sivan Bhagavatam is not defined from Bhagavata, Krishna. He asked me to say something, shloka of Bhagavatam, to make an end, because this is what happens, and I want to say that Bhagavatam says that Bhagavata is Krishna. So, these are very deep, this stage of sin is very deep, подобless. This knowledge is подобless, that is very deep. This ocean, no? No problem. То есть, все, я понял. Кришна по доме на океану, настолько глубок, бездот его невозможно обозреть. Так что Бхупада сказал, что в первую часть, в первую часть, в первую часть, в первую вести, в Сумадбхагаваде. Как Урмираматахи сказал, что это ваша степь. Как, из-за пасши и пасши, что большинство людей, мы можем возвыситься до гунной благости. Так что, с вашим способом, о том, что мы научились от Бхупада, мы пытаемся добавить свет. Но, если вы спросите, я поговорю о том, в несколько дней. По просьбе Госфема, конечно же, я буду говорить о тему этой шлоки в течение нескольких дней. Таким образом, мы очистимся благодаря общению со Шилой Бхупадой и нашими Ачариями. Есть у Бхупада с вами. Бхупада с вами. Врач, замечательный знаток Чайтани Лилы, он может вам много всего рассказать не только про шлоки из первой части Шаматрога, но в любом случае он очень смиренный человек в воплощении шлоки, третий шлоки из шепчашки, теперь надо писать начинал, поэтому нам очень повезло, давайте еще раз поприветствуем его. И следующий гость, которого мы будем приветствовать, это воплощенная стабильность. Он был на всех наших фестивалях, всегда, и по сути дела это единственный человек, на которого организаторы всегда могут рассчитывать. Он всегда готов петь любые киртаны, давать любые лекции, и наверняка приезжает на фестиваль, это наш любимый Прохладанан Думахарадзе. Меди милок! Меди милок! Меди милок! Меди милок! Аплодисменты! Я буду говорить о Шибша и Дикша. Я буду говорить о тему Шибши и Дикши. Господь Таня Махапрабху приказал всем нам стать Гуру. И нам нужно разобраться, кто же такой Гуру. Значит ли это, что каждому из нас нужно стать Дикша Гуру или Шикша Гуру? Но если мы хотим следовать указанию господочитания, нам необходимо стать Гуру. И для того, чтобы стать Гуру, нам необходимо стать искренним слугой своего Гуру. Нам необходимо научиться смирению, научиться задавать вопросы и служить. И прежде всего, стать слугами, научиться служить в миссии Шичитани Махапрабху. В том виде, в котором мы получили ее от его божественной милости, Пхактивиданта Свами Шива Прабхабхада. И я буду говорить о том, как Шива Прабхабхада объясняет эти концепты в первом кантюре Шримад Бхагавата. Я буду говорить на эту тему в свете того, как ее освещает Шива Прабхабхада в комментариях к первой песне Шимад Бхагавата. Спасибо. Спасибо. Следующий почетный гость тоже не нуждается в том, чтобы его представляли. Он любим всем Иваны. В прошлом году, к сожалению, его не было здесь. И в этом году он приехал. Это Читани Чандра Чарангал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова иwaninding при этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и ооо Ésемкин Корректор А.Егорова Я буду говорить завтра, но я думаю, мы будем говорить о Ширикличане и его непостижимых преданностях. Олег Кришна! Олег Кришна! Спасибо большое. Еще один почетный гость находится у нас на сцене. Это Патита Павловна Прагу. Марио! 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 Здесь с вами. У нас, как обычно, в фестивале будет действовать наш небольшой фонтал «Бахтюрикш», где будут проходить какие-то семинары на прикладные темы, в том числе Матожи Монтакинь у нас будет проводить семинар. А я буду проводить семинар под названием «Бахтюрикши четвертого поколения». Все в этом мире развивается, и «Бахтюрикши» тоже должна развиваться. «Бахтюрикши» и так довольно успешно в России, их сейчас уже более 500, но мы хотим, чтобы «Бахтюрикши» не стояла на месте, чтобы нас с каждым годом становилось все более сильной, могущественной, энергичной, основанной на глубокой заботе, на сильном духе проповеди, на сильных лидерских командах. Вот все это вместе мы условно и называем «Бахтюрикши 4G» или «Бахтюрикши четвертого поколения». И вот о том, как сделать наши «Бахтюрикши» такими супер «Бахтюрикшами» «Бахтюрикшами четвертого поколения» мы и будем говорить о нашем семинаре. «Бахтюрикши»! «Бахтюрикши»! Также у нас будут отдельные встречи для координаторов «Бахтюрикш» по городам. Мы найдем время, скорее всего, это будет после обеда, может быть, перед третьим блоком. Будем отдельно собираться, умение вас свободно с координаторами «Бахтюрикши» со всей страны. Большое спасибо! «Бахтюрикши»! Я понял, почему я не назвал имя «Ангиры Моник-Праву», потому что я называл «гостей фестиваля», а он не гость фестиваля, а он хозяин. Итак, завтра к нам приедет «Бахтюрикши» в Асваде. К нам также едет «Бахтюрикши» в Амаде в Асваде. Завтра же к нам приедет «Шива Ниранджана» в Асваде. Также на нашем фестивале будет давать семинар «Махадюди» про Бога, про Бористул про Бога, «Граджат-Ракумар» про Бога и «Бахтюрикян» и «Гасмар». Да, еще будет отдельный семинар, посвященный Арчане. Его будут проводить замечательные предные из Москвы, «Махабарит» про Бога. Давайте попривозь. Ну, собственно, вот и все. Сейчас начнется Киртон. Я сейчас делаю еще пару важных объявлений. Киртон будет продолжаться до 10 часов вечера и завершиться праздничным салютом. Так что, пожалуйста, давайте при главной части Аплодисменты. Аплодисменты.